Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники, меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Процветок. В одном из наших выпусков мы уже говорили об опасности распространения эксодовых клещей, которые впиваются в человека, являются переносчиками опасных заболеваний, болезней лайма, клещевого энцефалита и о мерах предотвращения распространения клещей по вашему участку. С наступлением теплого периода эти самые клещи активизируются с невероятной силой. И 2020 год, похоже, будет очень-очень тяжелым в отношении распространенности этих вредных клещей. Поэтому я считаю необходимым сделать еще один выпуск, который в значительной степени поможет вам избавиться от этих вредных организмов, этих паукообразных на ваших участках. Потому что особенно они опасны и для пожилых людей, и для детей, и для домашних животных, но вообще для всех они являются опасными. Кого едят эти самые клещи, когда они не впиваются в человека? Вообще для клеща впиться в человека является самой плохой идеей, потому что, как правило, он является обнаруженным, его обнаруживает человек, снимает и уничтожает. Поэтому возможности размножиться у него на человеке нет. Но он же кого-то у вас на участке ест, от кого-то же он питается, кто-то же его на участке у вас распространяет. А оказывается, главным распространителем на садовых участках клещей являются мыши-полевки. Клещи могут, конечно, паразитировать и на копытных, на косулях, на кабанах, бог знает на ком еще. Но они не являются такими уж важными распространителями клещей на приусадебных участках. А вот мыши-полевки являются. Именно поэтому, если вы проводили в течение осени и зимой мероприятия по избавлению от этих самых мышей в своем саду, в саду особенно они же подгрызают заразы и штамбы молодых деревьев, норы роют, вредят всячески, то эту работу ни в коем случае не прекращайте ни весной, ни летом. Несмотря на то, что полевки вот в это весеннее и летнее время реагируют на приманки не так активно, как в течение зимы, потому что еды им уже много, довольно вдоволь, и они уже не лезут так на эти приманки, все-таки раскладывание ядовитых отравляющих приманок для уничтожения популяции мышей всевозможных является одним из важнейших мероприятий по контролю количества клещей на ваших участках. Поэтому мой совет простой и короткий, не прекращайте бороться с мышами, применяйте все методы, которые вы применяли и в течение осени и зимы для борьбы с мышами на ваших участках, продолжайте эти методы применять и сейчас, и не останавливайте их до самой осени, потому что несмотря на то, что клещи перестают как бы к августу месяцу, уже к середине августа перестают вредить, цепляться на людей, зачастую у них возникает вторая волна в осенний период, и они с новой силой начинают впиваться в людей, разнося вот эти опасные болезни. Что ж, надеюсь, что вот этот совет периодического раскладывания приманок в течение всего лета и весны поможет вам избежать вот этих неприятных укусов и избежать уж тем более, вы не подцепите эти опасные болезни, хотя даже сам по себе клещ прицепленный на тело уже является большой неприятностью. Что ж, оставайтесь здоровыми, будьте здоровы, будьте с нами, оставайтесь вместе с нами и будьте с каналом про цветок, вы сохраните с нами и здоровье, и урожай, и получите большое удовольствие от садоводства и огородничества, и, надеюсь, от общения со специалистами нашего канала. До новых встреч!